Хлеб на каждый день в нашем сердце, чтобы диалог с ним не заканчивался в нашем внутреннем мире, в нашем сердце, в нашем разуме, чтобы мы с ним вели этот диалог и общение и не только в уме, не только в сердце, но и устами своими исповедовали то, во что верим. И поэтому сегодня мы с вами продолжаем просматривать сердце Давида в этих отношениях, потому что он сказал, что готово мое сердце, буду петь и славить. Поэтому это его выбор, это его ответственность приготовить свое сердце. Насколько мы с вами уже этим занимались или пробовали, либо начинаем это делать. В любом случае это надо пробовать, если еще нет этой практики. Своё сердце настраивать, с самим собой разговаривать, потому что тогда, когда люди отдаются потоку негативных мыслей, исходящих из новостных потоков, исходящих из того, что пропустили когда-то какую-то информацию в себя и стали обдумывать, не думая о том, из какого источника она пришла к вам. Но источник определяет зараженность или эффективность той информации, с которой мы работаем. И поэтому, если не смотреть на источник, то можно заразиться и очень быстро. кто-то скажет, а как определить источник? Вот пришла информация и все, я же не знаю, откуда она пришла. А посмотри на свои отношения и на свои чувства, которые возникли после того, что ты услышал. Если тебя это угнетает, если тебе стало плохо после этого, то надо понять, что этот источник не Божий и он чужой для тебя. Это вовсе не значит, что надо отворачиваться от всякой информации, которая есть сегодня, а она во многом негативная. Но задавать Богу вопрос, Господь, а что ты делаешь через это? А где ты в это время? Где ты в этом состоянии общества, либо ситуации, в которой оказался тот или иной человек, либо группа людей, либо страны? И вот тогда, когда мы начинаем вникать в Божьи замыслы, тогда мы по-другому относимся к обстоятельствам и, в принципе, определяем для себя. Мы за кого-то или против кого-то, либо у нас есть ценности, которые не определяются национальностью, которые не определяются местом нахождения. Например, у нас есть ценность человека. Если человек является ценностью в глазах Божьих, и это наша ценность, то тогда мы будем всегда молиться за человека, независимо от того, где он находится и к какой нации принадлежит. Мы просто знаем, что это высокая цена, которую уплатил Иисус за человечество. И поэтому из этих ценностей исходя, мы свое сердце начинаем настраивать. И вот 9 стих. Сегодня «Воспрянь слава моя, воспрянь псалтири гусли, я встану рано». То есть Давид сейчас еще и возбуждает, чтобы воспряла слава его. Что это значит? Слава — это наше предназначение, которому надо реализоваться на земле. И поэтому Давид, который находится сейчас под прессингом, от этих людей, от этих львов, или как бы львов, которые пугают, сети расставляют, яму копают, и душа его через это унывала. Но он говорит, а сердце мое готово, а моя слава воспрянет. То есть она поднимется, она поднимется в полном объеме, потому что я свое призвание выполню. И вот, друзья, когда мы выполняем свое призвание, мы входим в полноту славы, Богом определенной для нас. Поэтому я желаю, чтобы никто не сидел в стороне, от страха не прятался, а был в числе тех людей, кто может с Богом говорить об этом, молиться, благословлять и себя, и окружающих людей. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты так важен для нас и значим. И поэтому хочется сейчас вместе с Давидом сказать «Воспрянь, слава моя! Воспрянь, псалтири гусли, я встану рано!» Поэтому пусть души наши пробуждаются, просыпаются и находятся в состоянии того мира, который превыше ума, той защиты, которая исходит от Тебя, той благодати, которая делает нас сильнее вражеских планов. И я благодарю Тебя, что все с Тобой возможно. И поэтому, неся пред Твоим лицом молитву, мы принимаем Твои ответы. И ангелы, они не пройдут мимо нас. Они донесут до адресата все, что Ты даешь. Поэтому все, что дал нам Отец, к нам приходит и в этом дне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.